Взрыв пакеты, дым и раненые. И все это в большой праздник Покров Пресвятой Богородицы. Кто эти люди в масках, кто их привел и как они уходили? Подробнее Максим Кошелев. С самого утра на Майдане тысячи сторонников свободы собираются, выстраиваются в колонны и разбирают партийные флаги. Большинство из них считают Покров Пресвятой Богородицы не столько религиозным, сколько патриотическим праздником. В этом свете есть горение украинского войска, начиная с казаками, заканчивая боремыми сегодняшним. После молебна митинг, говорят, в этом году на Покрова изменили привычный маршрут шествия. Идут к Верховной Раде, заставить депутатов принять основные требования свободовцев. Запрет коммунистической идеологии и реабилитацию воинов УПА. Марш растянулся от Майдана по улице Грушевского до здания Верховной Рады. Здесь митинг продолжился, пока в сессионном зале шло заседание. Вход в парламент от пикетчиков охраняли сотни милиционеров. До определенного момента митинг проходил достаточно мирно, хотя пикетчики, конечно, возмущались тем, что Верховная Рада не хочет голосовать за их законопроекты. Но примерно после полудня в сторону кордонов милиции внезапно полетели взрыв-пакеты и дымовые шашки. Свободовцы говорят, взрыв-пакеты из толпы бросали какие-то посторонние люди. Когда пикетчики пытались их задержать, хулиганы назывались то правым сектором, то братством. Но братство открестилось от провокаторов. И в правом секторе, говорят, их людей возле парламента не было. Здесь не было ни одного представителя правого сектора. Это очень любимое занятие всех провокаторов. Надо выяснить, для кого создалась эта картинка, надо выяснить, для кого они работали, и надо выяснить, кто их наниматель. Во время стычек 15 милиционеров получили травмы. Силовики задержали полсотни правонарушителей. Свободовцы, поскольку законы Абупа и запреты коммунизма так и не приняты, заявили, что их фракция больше ни за что не будет голосовать. И увели людей с площади. Вот только так и не ясно, кто же накануне через соцсети пытался наймать крепких молодых парней за 400 гривен. И кому нужно было срывать заседание парламента. Силовики не исключают, организаторами сегодняшней провокации возле парламента могут быть российские спецслужбы. Другие источники утверждают, вполне вероятно, это была репетиция некоего переворота, учитывая вчерашние события на Банковой с нацгвардейцами. Максим Кошелев, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.